Кому-то на 8 марта дарят цветы, конфеты и духи, а запорожанки получили обновленный трамвай. Такой презент к одному из самых главных весенних праздников сделал город с помощью местного предприятия. В Запорожь электротрансе уверенный подарок придется, как нельзя кстати, всем жителям в связи с подорожанием проезда в маршрутках. В первый рейс на обновленном трамвае отправилась и наша съемочная группа. Этот ветеран Запорожь электротранса получил вторую жизнь. После капремонта в салоне вагона появились новые сидения. Модернизированы системы подсветки и обогрева, заменены детали. Водитель Галина Храпунова не может нарадоваться обновке. Очень много всего. Во-первых, удобное кресло водительское, удобно в вагоне, все сделано более комфортабельно. Освещение хорошее. Освещение в кабине хорошее. Стеклочистители, фары, покрашки, шторы. Можно сказать, что вышел вагон почти как новый. Очень красиво, уютно, тепло. Такой комфорт очень понравится нашим пассажирам. Омоложение трамвая обошлось в 550 тысяч гривен, отмечают в мэрии. Деньгами помогло местное предприятие. В Горставете уточняют, даже солидная по своей сумме реконструкция, куда дешевле покупки нового вагона, который обошелся бы почти в 12 миллионов. Так что ставку при обновлении подвижного состава делают именно на ремонты. Есть и другие планы в сфере пассажирских перевозок. Сейчас по моему поручению прорабатываются два вопроса. Это дотация предприятия, которая осуществляет перевозки в Хортицкий район и обратно. Мы хотим за счет этой дотации выровнять стоимость проезда для жителей Хортицкого района, как и для всех, так и для живущих в левой части города. И кроме этого мы хотим сейчас ввести зональную стоимость проезда, ну, как я его назвал, короткий билет, когда человеку, которому нужно проехать 2-3 остановки, не нужно платить полную стоимость маршрута, нужно заплатить небольшую, ну, например, 1 гривну за этот подвоз. Городской голова пообещал, проезд в электротранспорте дорожать не будет. И добавил, что после роста цен в маршрутках недельная выручка у трамваев и троллейбусов выросла более чем на 40%. Так что в мэрии планируют заложить деньги на реконструкцию электротранспорта, чтобы вывести на линию больше техники для перевозки пассажиров.